Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 9 августа, день Николая Качанова. Назван в честь блаженного Николая Качанова, новгородского чудотворца и юродивого. Он любил чистоту, пост и коленное преклонение. Не желая славы человеческой, он стал юродствовать, но в устах его всегда была молитва к Богу. Прозвище Качан он получил за то, что враждовал с юродивым Федором. Они делили город. С одной стороны Волхова был Николай, а с другой Федор. И когда прогонял, бросал подвернувшийся под руку Качан капусты Федора. В этот день почитает и великомученика, и целителя Пантелеймона. На Руси его называли Палием и молились, прося излечения от болезни. Знахари сегодня отправлялись на сборы целебных трав. Во время сбора они говорили особые заговоры и выполняли обряды. День называли Качанником, потому что капуста завивается в Качаны и начинает созревать. Оставшуюся от прошлого урожая капусту использовали для приготовления слоеных пирожков с начинкой. Этими пирожками угощали странников и нищих. Также готовили другие блюда. Тушили, солили, добавляли в щи. Начинали уборку овса. Приметы. Считалось, что травы, собранные сегодня, обладают целебными свойствами. Если сегодня сильно стрекочат и прыгают кузнечики, это к ясной и сухой погоде. А почему тогда нельзя добавлять по вашему рецепту сахар? Хоть немножечко? Я думаю, что по моему рецепту можно туда добавить немножечко сахара, для того, чтобы вкус был приятный. Но если мы с вами используем тыкву, а тыкву лучше всего использовать сладких сортов, то вот эта сладость, естественно, которая имеется в тыкве, пусть она создает необходимый вкус. Значит, обычно разные бывают пропорции. Вот какие пропорции соблюдаете вы при приготовлении вот этой тыквенной каши? Это значит нам стакан проса. Стакан проса. Стакан проса. На стакан проса три стакана воды. Очень желательно побольше тыквы. Где-то примерно грамм четыреста не помешает. Грамм четыреста. Да. Вот мы нарезаем мелко тыквочку, заливаем водичкой, ставим на огонь, как только закипело, и начинаем на медленном огне варить где-то примерно минут десять-пятнадцать. Это зависит, как ты покрошил эту тыквочку. Затем мы добавляем промытое проса, но не просто промытое проса. Вот мы промыли его, слили водичку, а потом вот кипятком, ну буквально минутки три-четыре как бы побольше заварить его, чтобы погрячее было. Кипяточком, да? Кипяточком. То есть таким образом она как бы идет предподготовка для пшена, для каши. Да. И быстрее она, наверное, уже там упаривается. Да, и добавляем уже в тыквочку, помешиваем, немножко добавляем солички по вкусу, потому что без соли это не будет так вкусно. Обязательно нужно, чтобы присутствуют какие-то такие специи. И вот после того, как она проварилась, минут двадцать-пятнадцать, в зависимости, смотрим, как упаривает. Заворачиваем. И у нас она упаривается минут двадцать-пять-тридцать. Уварилась. И потом мы ее аккуратно аккуратненько вытаскиваем и открываем. Вот она у нас каша. Ой, какая каша у нас получается. Да, и вот вы знаете, что вот когда я варю, ну варила, раньше я так думала, что буду варить только на водичке, добавляла даже не только вот молочко, но в конце варки добавляла немножечко и топленого молочка. Вот чтобы для цвета. И вот сегодня это было удивление, что получилась именно такая красивая оранжевая кашка. Когда она становится мягенькая, и когда много тыквы, она получается действительно вот такая вот более сладкая. И, кстати, очень полезная для работы желудочно-кишечного тракта. Вот это тот желтый цвет. Смотрите, тут еще очень важно сочетать по желтому цвету пшена и нашей вот тыквы. Недорогой мы ее назвали. Оранжевая каша. Да, очень красивая. Так, ну здесь у нас же нет при варке ни масла, ни сахара. А вот как-нибудь что-нибудь... А вот смотрите, я помню, я вводил ее. Если добавляем туда, бывает, сахар и начинаем все это готовить, сахар, бывает, подпекает. Бывало такое? Иногда было. Иногда бывало. Значит, вот как раз сахара не кладем нормально. Вот еще, чтобы водички было здесь нормально, да? Да. Потом что еще? Лучше всего, вот оно уже готово, мы с вами покладем-ка сюда топленого масла и попробуем, как оно у нас. Так. Это вам. Это мне. И самое важное, знаете, конечно, мы используем с вами сливочное масло, но топленое масло именно для здоровья оказывается намного лучше, нежели просто сливочное. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ, целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. В питании постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok